Я передаю тебе слово, я думаю, что ты в полной мере раскроешь данный вопрос. Спасибо. Да, добрый день, добрый день. Сегодня я вместе с моими коллегами, меня зовут Сергей, я постараюсь сегодня познакомить вас с платформой SciBready. Для начала хотел бы углубиться в вопросы, почему это актуально, то есть современные тренды, куда все движется, что видят наши мировые лидеры в сфере обеспечения безопасности наших имейлов, защиты от фишинга и других подобных типов атак. И, соответственно, в ходе презентации, для того, чтобы вы не подумали, что это будет совсем скучно, я надеюсь, что так не будет, я добавлю сюда демонстрацию для полного понимания платформы, как все просто и как это все легко для того, чтобы защитить себя, помочь себе в данной ситуации в рамках борьбы с фишингом непосредственно. Ну и показать вам, что для этого не нужно уделять супермного времени и нанимать дополнительный персонал. Все может быть просто. Ну и первый вопрос, с которого я хотел бы начать, это непосредственно фишинг, наш образ жизни, как этот образ жизни влияет на вот эту проблематику непосредственно. С одной стороны, мы все проводим очень много времени в соцсетях, слово интернет никого не удивляет. Мы на протяжении дня практически любой из нас тратит, ну как минимум, наверное, час для проверки новостей и другой информации. Мы оплачиваем счета, мы заказы делаем в интернете, то есть мы полноценно живем цифровой жизнью. И живя этой жизнью, мы оставляем цифровой отпечаток. То есть какая-то информация каждый раз после того, как мы зашли в интернет, сделали какое-то действие, посмотрели какой-то ролик, какая-то информация остается, наш цифровой отпечаток. С другой стороны, если посмотреть, ну начиная с ковида, наверное, наша жизнь во всех странах мира достаточно кардинально поменялась. В чем это отражается? В том, что мы все подготовились к удаленной работе, протестировали этот сценарий. И у кого-то появилось дополнительное время для того, чтобы уделить каким-то вопросам дополнительным то время, которое, например, мы тратим на дорогу и другие подобные моменты. И вот если рассматривать непосредственно нашу молодежь, подростков, то начать сейчас вовлекаться в какую-то интересную тематику, и непосредственно сам фишинг, это достаточно интересная тематика, тут надо быть сообразительным. И много тенденций АКК, много вендоров, много популярных чатов, на которых можно заметить, что молодежь, подростки активно вовлекаются. И начать достаточно просто. То есть вы вбейте ссылку просто в Google поиске и посмотрите, что GitHub на данном этапе уже предлагает нам движки, которые позиционируются как тестирование, предназначенное для тестирования, для обучения. Но в целом это полноценные движки, которые подростки используют для того, чтобы попробовать, как это и что это. Ну и кроме того, можно уже говорить про искусственный интеллект. Если вы не пробовали, то в принципе все, наверное, знают чат GPT. Воспользоваться очень просто. Он не дает возможности прямо непосредственно готовить фишинговые атаки. Но если вы зададите правильный вопрос, то вам помогут подготовить то же самое фишинговое письмо, но с учетом уже определенных моментов цифрового отпечатка, например, организации. Все становится достаточно просто. И с другой стороны, с развитием искусственного интеллекта, то есть мы видим, что все средства обеспечения информационной безопасности сейчас все очень сосредоточились на интеграции искусственного интеллекта в той или иной мере для противодействия угрозам. Ну, с другой стороны, нападение всегда идет впереди, чем защита. И первые шаги уже сделаны. То есть появляются своеобразные чаты, на которых, ну, я разную информацию нашел. Стоимость подписки до 2000 долларов в целом, на которых вы можете задать определенный специфический вопрос уже как раз, ну, к примеру, в тематике фишинга. И этот чат поможет вам решить этот вопрос в той или иной мере, где-то подсказать, где-то что-то за вас написать. То есть это уже полноценная помощь. Ну, и, кроме того, в чатах сейчас замечена тенденция поиска специалистов по разработке искусственного интеллекта как раз для разработки подобных чатов GPT, которые будут использоваться для нападения, для создания фишинговых и других типов атак. Для того, чтобы это сделать гораздо проще и гораздо легче. Ну, и еще один небольшой слайд, на котором я хотел бы обозначить несколько важных моментов. Я собрал эти моменты, опять же, с отчетов и сайтов наших лидеров в области кибербезопасности. И первая теза, на что я хотел обратить внимание, что весь мир понимает, что киберугрозы – это очень опасная вещь. И на мировом экономическом форуме был поднят этот вопрос и отмечен этот вопрос под номером 80, параллельно с глобальным потеплением и другими вопросами в мире, которые есть. Все понимают серьезность этого вопроса. Киберпреступность растет каждый год, как оборот денег, которые удается извлечь благодаря этим действиям, так и само количество группировок, количество людей, вовлеченных в эти процессы. И в среднестатистике можно сказать, что ежегодный прирост составляет около 15%. Ну, где-то больше, где-то меньше, то есть все зависит от страны, но в среднестатистике это 15%. Время реагирования, лидеры как раз в области защиты нашей IT-инфраструктуры достаточно быстро научились реагировать на ту или иную угрозу. Ну, остается все равно зазор. Зазор даже в 2, в 4, в 6, в 10 минут, это достаточно большой зазор, если мы говорим про нападающего, про использование искусственного интеллекта. То есть это становится уже вероятной угрозой. То есть угроза все равно, как бы там ни было, может быть позитивно реализована. Ну, и если взять непосредственно та же самая защита от фишинга, то гарантия в 99%, если мы подумаем, к примеру, в день, если заходит в нашу организацию 100 писем, это маленькая организация, это будет уже одно письмо. 5000, соответственно, это 10. Ну, подумайте, какая вероятность реализации этой угрозы. Ну, и все однозначно признают, что инфраструктура наша достаточно укреплена, решения разнообразные, разнообразные стратегии защиты, разнообразные архитектуры защиты. И тут все понимают и все признают, что как раз человек на данном этапе является слабым звеном в рамках данной инфраструктуры. И что надо уделять внимание непосредственно обучению человека, обучению наших сотрудников. И уже по мировой статистике, то есть в, скажем так, в наиболее развитых странах более 50% организаций, я нашел цифру 54%, уделяют уже этому вниманию и используют специфические решения для работы, для обучения персонала. Ну, тут, если уже перейти ближе к теме и поговорить про работу с нашим персоналом, сотрудниками и обучением, то есть разное решение, но есть и много проблем, связанных с данным вопросом. Некоторые организации идут по пути организаций ежегодных, к примеру, тренингов. Ну, тренинг это такая вещь, которая работает один раз, вы прошли этот тренинг, через неделю, через две, через месяц вы забыли до следующего тренинга, поскольку основная цель это работа, это непосредственно ваши обязанности и когда там у бухгалтера период отчетов, то он мало задумывается о фишинговых письмах и о такой возможности, вероятности реализации той или иной угрозы. Ну и плюс нужно понимать, что современные люди не могут сосредоточиться, не могут уделить много внимания. То есть наше внимание постоянно уже работает, постоянно переключается, то есть мы можем последить за собой, работая, концентрируясь на каком-то вопросе, пару минут мы концентрируемся, дальше мы переключаемся, например, отслеживаем телефон, был ли какой-то звонок, кто-то, может, нам написал. То есть очень тяжело сейчас доставить человека сконцентрироваться на том ее вопросе, тем более, если этот вопрос не профильный. Ну и финансовый вопрос, тут это одно, а другой вопрос, кроме финансового, это время затраченное. То есть зачастую это работа, это необходимость дополнительного персонала, который будет заниматься этим вопросом, настройкой, обучением, организацией этих всех вопросов. То есть это достаточно трудоемкий момент, достаточно большой труд. Ну и сайбреди тут подошло немножко с другой стороны, по-другому посмотрела на этот вопрос, проанализируя эти все моменты. И создала свою платформу, которая быстро стала достаточно популярной, достаточно интересной, благодаря своей простоте и эффективности. И что мы можем получить, используя данную платформу? Ну, в первую очередь, это наши симуляции, то есть тренировки нашего персонала противодействия фишингу, тому же фишингу, тем же фишинговым угрозам. То есть платформа, этот модуль полностью автоматизирован, локализирован и полноценно, дает возможность полноценно управлять. Что я имею под тезой полностью автоматизированной? Я хотел бы сейчас перейти уже непосредственно в платформу и показать вам, что же такое полная автоматизация. И тут в Сайбреде сосредоточилась первый момент, это непосредственно максимальная автоматизация, минимизация трудов нашего подразделения IT-безопасности. Либо если его нет, маленькая достаточно организация, например, IT-подразделение параллельно выполняет эти функции. Для того, чтобы не было необходимости раздувать штат, тратить дополнительное время на эти вопросы. Сайбреде предлагает нам полностью, практически подготовленную компанию. В данном случае следует сразу же отметить, что платформа автоматически, в зависимости от этапа, в зависимости от того, сколько мы работаем с данной платформой, предлагает нам сразу же шаблоны фишинговых симуляций. Для фишинговой рассылки тестовой, для того, чтобы посмотреть, насколько наши люди, наши сотрудники устойчивы к этим вопросам, научить, показать моменты, на которые необходимо обращать внимание. И в данном случае, если говорить про подготовку компании, обучение этим моментам наших сотрудников, что необходимо? Просмотреть симуляции. Симуляции можно редактировать, можно создать свою кастомную симуляцию, можно заменить, предположим, данную симуляцию. Платформа имеет более 40 локализаций, более 40 языков поддерживает. Поэтому все достаточно просто и нет необходимости тратить много времени. Вы просмотрели, вас все устраивает, вы кликнули на кнопку «Активейт» и компания запустилась. Нет необходимости сидеть днями, думать, письма. Ну, в случае необходимости кастомизации, вы всегда можете добавить какой-то момент, который специфический для вашей организации, для того, чтобы повысить эффективность, если вы считаете это нужным. Ну, для начала необходимо учить, с каких-то простых вещей начинать, для того, чтобы понять средства. По шаблонам, то, что предлагает платформа. Шаблоны постоянно обновляются, и они абсолютно разные. Это как темплейты, связанные с популярными вендорами. Ну, эти шаблоны, есть шаблоны с QR-кодом. К примеру, есть шаблоны двухэтапные. Когда мы заходим, нас перекидывает на страничку введения логина пароля. И далее, если мы ввели логин пароль и кликнули дальше, то нас перекидывает на страничку обучения. Ну, в данном случае, хочу отметить, логин пароль нигде не фиксируется, поскольку концепция принята в рамках обеспечения безопасности. То есть, это платформа для обучения. Что же получает пользователь? Он получил письмо, он прочитал его, он попался на фишинг, он кликнул на ссылку. И что выходит? Получается, что пользователь попадает на веб-страничку с коротким контентом. То есть, для того, чтобы ознакомиться с контентом, ну, тут, наверное, необходимо три минуты, если вдумчиво уделять этому внимание. Базовые тезы. Почему попался сотрудник на данный фишинг? И что необходимо, на что необходимо уделять внимание? Чем пользуются люди, которые готовят эти письма фишинговые и рассылают? Вот есть, какие они моменты учитывают. Ну, и посмотреть короткий ролик о фишинге. Все достаточно просто. В ролике описывается, на какие моменты необходимо обращать внимание, для того, чтобы не стать жертвой фишинга. Ну, и какая логика работы платформы? Пользователь посмотрел на это. Платформа нацелена на продолжительную работу. Платформа рассылает эмуляции на протяжении года, к примеру. То есть, специфика и логика работы платформы нацелена на то, чтобы выработать у сотрудника привычку. Пришло мне письмо, я посмотрел, от кого оно пришло. Посмотрел на тематику, есть ли ошибки, есть ли какие-то подозрительные моменты. А вообще, я участвовал в такой-то активности, либо должно мне что-то. То есть, платформа заставляет сотрудника думать и обращать внимание на эти вопросы на уровне подсознания. Каждый месяц минимум одна фишинговая симуляция приходит сотруднику, в зависимости от того, в какой он группе. То есть, если это сотрудники с высоким уровнем риска, либо начинающие сотрудники, тут платформа может использовать двойную интенсивность, то есть, будут приходить два письма. Если кто-то хочет спросить, почему не больше, то есть, логика платформы научить, а не запугать. Уже доказано, и это в рамках без практиса. То есть, если мы присылаем сотруднику больше симуляций, он ждет того, что что-то придет. Первое, он постоянно нервозный, он постоянно на чеку. Как только заканчивается, он узнает, закончилась подписка, не использует, не работает больше с платформой, все, он расслабляется и больше ни на что не смотрит. Другой момент, на который может повлиять, это пользователь начнет пропускать те письма, которые действительно пришли ему по работе. Поэтому тут важно сохранить баланс. Платформа именно нацелена на это. Сохранить баланс, не запугать, а научить пользователям выработать те привычки, которые ему необходимы для противодействия. Использует платформа также в данном случае и машинное обучение. То есть, у каждого сотрудника формируется определенный профиль для того, чтобы понимать его привычки, то есть, его интересы. И платформа рассылает эти письма неравномерно, а рассылаются они с учетом реагирования. Например, видит платформа, что департамент финансов реагирует на одно какое-то письмо очень активно. Соответственно, будет рассылаться больше это письмо. То есть, платформа старается подходить интеллектуально, благодаря машинному обучению к рассылке. Ну и плюс все письма рассылаются в случайные промежутки времени, случайным группам сотрудникам. То есть, нет такого, что сотрудники все встали. И в коридоре обсуждают, что в один момент, сегодня с утра пришла какая-то рассылка странная, и кто-то перешел, кликнул, и такая информация. Такого нет. Как мы видим, все достаточно просто. Второй момент, на который хотел обратить внимание, это новый функционал. Добавили опять же. Тут, если мы говорим про фишинговые кампании, мы сосредоточились на почтовой рассылке. Но есть момент еще, наверное, все стыкались с вопросами смишинга. Это SMS-рассылка и попытка заразить наш компьютер, телефон, либо получить информацию, опять же, уже с помощью SMS. И тут, в данном случае, платформа дает нам возможность и заняться этим вопросом. То есть, если мы говорим про фишинговые кампании, они рассылаются на протяжении года, и каждая компания, 12 компаний в год, каждая компания занимает месяц, то смишинг, тут мы определяем, мы создаем кампанию, и тут мы определяем, кому рассылается данная кампания, какие там плейты мы используем в рамках данной кампании. Давайте сделаем. В данном случае. Несколько симуляций по языкам. Опять же, языки совершенно разные. И мы загружаем список сотрудников. Логика какая? То есть, возможно, мы хотим обучать только корпоративных, только сотрудников, которые используют корпоративные телефоны. Может быть, это корпоративные и личные. Ну и тут мы определяем, каким сотрудникам хотим рассылать, какие языки будем использовать в рамках рассылок кампаний. кампании рассылки. Ну и запускаем данную кампанию. Все достаточно просто. Как это будет выглядеть со стороны нашего пользователя? Давайте немножко вперед перейдем. То есть, тут пользователь получает смс с определенной ссылкой на его языке, который является для него родным. Ну и переходя по ссылке, он опять же попадает на страничку обучения. Ну и все странички, забыл указать, все странички являются кастомизированными. То есть, мы получаем страничку обучения с логотипом, с цветами того заказчика, который использует данную платформу. Все предоставляется уже подготовленным. То есть, это SaaS-платформа, поэтому она предоставляется полностью в подготовленном виде. По рассылке, то, что я говорил. То есть, мы можем выбрать определенную группу сотрудников. Это может быть только сотрудник с корпоративным телефоном. Мы добавляем их. Мы активируем кампанию. Мы можем задать отсрочку для рассылки. Например, рассылать с такого-то числа, как вариант, если мы создали кампанию. Сначала месяц стартовало. И получаем отчет. Все достаточно просто. Давайте немножко вернемся назад в платформу. Какие еще возможности есть у платформы? Ну, первое – это обучение. Непосредственно обучение тем моментам кибергигиены простым, которые должен знать наш сотрудник. То есть, если мы говорим про длительные курсы, сотруднику предоставляется достаточно много информации, которая ему не нужна. Ну, предположим, хорошо, мы айтишник. Да, нам это интересно. Мы медик, мы бухгалтер. Мы менеджер по продажам. Ну, нам это совершенно неинтересно. И большинство информации мы не понимаем. Оно проходит у нас мимо ушей. Если говорить про обучение, то есть для сотрудника важно знать, что. Ну, к примеру, пароль. Какой должен быть пароль? И как самое легче его запомнить? Как самое легче, как придумать пароль? На какие варианты с фишингом? На какие моменты важно обратить внимание? Ну, не нужно знать все разновидности, все названия фишинга, смешинг, бек и другие моменты, которые могут быть в рамках данной тематики. Ему важно знать. Я должен посмотреть на рассылку, я должен посмотреть на адресаты, я должен посмотреть на тему, на ошибки, на язык, на общую стилистику. То есть вот те моменты, на которые он должен обратить внимание. Это буквально несколько текстов. Так и обучающие материалы построены на этой логике. Тут мы можем... Темы постоянно обновляются, в зависимости от современных трендов. Если тут мы выбираем ту тематику, которую нам необходима, мы можем добавить свои кастомные обучающие материалы, вендор поможет нам в этом сделать. Ну и как вариант, если мы говорим про пароли, то логика создания паролей. Можно добавить, так как это тематика специфическая для каждой организации. У кого-то это 8 символов, у кого-то 12. Тут это все можно менять и редактировать. Опять же, в рамках каждой тематики обучающего материала есть раздел ипостерс. И тут, что удобно, это плакат, который можно распечатать и использовать для того, чтобы, к примеру, во время очереди или во время чаепития в буфете пользователи ненавязчиво уделяли внимание этим моментам, и они на уровне уже подсознания ими усваивались. Кто-то из клиентов использует это как заставки на рабочий стол, которые периодически меняются. Тоже очень хороший кейс, когда вы пришли, загрузили, включили ваш компьютер, зашли в свою учетку и видите, пока не запустили какую-то программу, готовитесь к запуску, вы видите эти правила. Тоже прекрасный кейс, который дает вам возможность ненавязчиво освоить то или иное правило, тот или иной момент. По локализации. Локализация более 40 локализаций и логотипы брендинг заказчика используются. Что еще? В каждом письме есть необязательный вопрос теста. Что это за вопрос? Это вопрос, который зачастую это вопрос из предыдущего письма. Например, предыдущее письмо у меня было по паролям, это письмо по какой-то другой тематике. Вот я получаю вопрос из предыдущего письма и я отвечаю на этот вопрос, кликая так или иначе. Соответственно, если я прав, я опять же получаю такие мультяшные аплодисменты и ознакомлюсь еще раз, мне напоминает о тех правилах, которые необходимо соблюдать в рамках данной тематики. И опять же, короткий мультяшный ролик, который занимает чуть больше минуты, минутой и 15 секунд, для того, чтобы понять как раз эти основные моменты, которые связаны с паролем. Все достаточно просто и система нацелена на такое. Доброе взаимодействие с сотрудником, поскольку были кейсы, спрашивали, возможно ли как-то там получать суперстатистику для наказания. Но тут платформа под это не заточена. Платформа заточена наоборот. Сделана для того, чтобы взаимодействовать с администратором, давать понимание, что происходит в инфраструктуре. Ну и, соответственно, также есть возможность и взаимодействовать с нашим сотрудником. То есть для того, чтобы сотрудник понимал его успех в рамках обучения, в рамках компаний. То есть тут мы можем понять, что на каком этапе, какие успехи у сотрудника, что происходит. Опять же, их можно включить-выключить, этот функционал. Ну и в данном случае сотрудник будет понимать, что происходит, какой у него уровень противодействия, обучения, стойкости к фишинговым симуляциям. Все достаточно просто. Нет никаких проблем. Это, опять же, доброе взаимодействие с сотрудником для того, чтобы показать, где он сильный, где ему надо подтянуться. Так же само, если говорить про обучающие материалы, мы можем выбирать ту тематику. И так же само, в данном случае, компания активирована на нашем демо. Кликая одну клавишу, активировать рассыл, данную рассылу. Все достаточно просто. это наша программа обучения и так называемый коммуникейшн-центр, центр взаимодействия с нашими сотрудниками. Если говорить про взаимодействие, также хочется обратить внимание на репортинг, который есть в нашей платформе. и тут все достаточно просто. Репортинг, есть аналитика. В целом, аналитика достаточно глубокая. То есть, тут мы можем увидеть общую базовую информацию про те тренды, которые есть. Интересно, тут также можно, к примеру, есть клиенты с разных отраслей. можно сравнить, к примеру, свои успехи с другими клиентами в рамках данной отрасли. То есть, мы работаем в IT, к примеру, вот в IT у нас будет среднестатистический такой уровень, у нас он колеблется. Вот такой. То есть, можно базовую информацию получить. Опять же, стойкость среднестатистического сотрудника к фишингу. То есть, мы видим, что поначалу у нас сотрудники кликали там основное количество сотрудников кликало практически в рамках каждой компании на фишинговый линк. Сейчас мы добились устойчивости уже около шести компаний. Раз в шесть компаний сотрудник кликает на тот или иной фишинговый линк, попадается на фишинг. То есть, тут уже видим рост и изменение статистики, изменение трендов в рамках нашей компании. Кроме того, есть возможность более детально получить информацию. Хотим мы увидеть информацию о рассылке, мы видим информацию о работе машинного обучения. То есть, видим, что есть ряд писем, но рассылаются они неравномерно. Система анализирует эффективность каждого письма и старается быть максимально эффективным. Кроме того, используют те же самые профиля сотрудников, профиля подразделения для того, чтобы специфическим образом взаимодействовать с сотрудниками. Мы можем получить информацию по сотрудникам так же само, ну и непосредственно по сотрудникам с высоким уровнем риска. Так же само по обучающим материалам полная статистика есть. Крейт, как наши сотрудники взаимодействуют, какой уровень взаимодействия, вовлеченности, как в рамках подразделений, так и в рамках каждого нашего сотрудника. Мы можем понять общую картину, что происходит у нас в системе. Ну и кроме того, еще один модуль, который поможет нам в нашем обучении, это уже больше модуль комплаенса. Комплаенс тут какой момент? Каждый год нам нужно ознакомливать наших сотрудников с какими-то моментами определенными внутреннего распорядка, пожарной безопасности, еще какими-то базовыми моментами приказа. То есть это короткая информация, с которой необходимо ознакомить наших сотрудников. Либо новый сотрудник приходит, он должен знать базовые правила, базовые приказы, базовые моменты, куда идти, что делать, где что взять, кому при каких моментах обратиться. И вот как раз модуль Audit Ready это тот модуль, который поможет в этом. Тут он полностью кастомизируемый, вы создаете ваш пул информации и в результате что получает? Новый сотрудник приходит и ему приходит письмо с ссылкой, он переходит по данной ссылке и ознакомляется с теми материалами, которые важны для него, которые он должен осознать, ознакомиться с ними и подтвердить, что он ознакомился. Он подтверждает это и закрывает. То есть он прошел обучение базовое, ознакомление с материалами на соответствие комплайенса определенному и в результате мы всегда можем познакомиться с статистикой, с какой сотрудник, когда прошел какое количество раз и общая статистика в рамках организации этих моментов по прохождению комплайенса. Ну и репортинг. Опять, что мне очень нравится тут, кроме основного функционала, если говорить про репортинг аналитику, она достаточно глубокая, при том глубокая аналитика для разных моментов в рамках функциональной функции администратора. Если говорить про репортинг для руководства, для менеджмента, то тут есть прекрасная функция для генерирования отчета в формате слайдов, то есть в формате презентации занимает это все пару минут буквально. Это максимум, в данном случае наверное 10 секунд. Вы перешли, вы кликнули, он сформировался, загрузили, открыли. Минута, две минуты максимум. В результате что мы получаем? Получаем презентацию с вашими логотипами, вашими цветами, с общей информацией, общей статистикой, все, что есть в платформе, то есть ваши успехи, базовые симуляции, самые эффективные симуляции вопроса обучения, то есть какие статистики, как меняется рейтинг обучения, это же самое РЭДи, по всем этим модулям мы получаем отчет в формате презентации, мы можем удалить какие-то слайды, те, которые считаем лишними, то есть это аналитика как раз для руководства, для того, чтобы они понимали ситуацию с данными вопросами в рамках организации. Кроме того, если говорить про руководство подразделений, то опять же в рамках коммуникации с сотрудниками для руководителей подразделений опять же приходит, есть базовая статистика по успехам сотрудников, скажем так, и приходят кроме того репорты опять же для наших руководителей подразделений, для того, чтобы они понимали базовое состояние без фамилий, то есть базовое состояние на данный момент, то, что касается тех же фишеновых симуляций, учений, тех же моментов, связанных с аудитом, то есть все быстро и просто. Ну и еще один момент, на который хотел бы обратить внимание, давайте вернемся к нашей презентации, то, что я говорил, система сосредоточена на то, чтобы обеспечить минимальные усилия для работы. Как я сказал, платформа является SaaS моделью, то есть вам предоставляется она сервис подписочной модели и достаточно просто начать работать с ней, то есть вам нет необходимости что-то донастраивать, что-то кастомизировать, все уже подготовлено. Есть несколько базовых шагов, которые вы должны сделать. То есть первый шаг это подготовить список сотрудников, либо это будет список сотрудников, либо это будет интеграция с возможность интеграции с iJuroD Google Space с определенными группами для того, чтобы этой группе осуществлялась рассылка, сделать вайт-листинг доменов. В iBready есть ряд доменов, с которых осуществляется рассылка симуляций. То есть делаем вайт-листинг доменов на наших средствах безопасности почтовой. Есть возможность, если мы говорим про обучающие материалы интеграции с вашим почтовым доменом, это используются для увеличения доверия со стороны пользователей. Будет тогда письмо с обучающими материалами приходить не с домена с iBready почтового, а будет непосредственно от имени вашего домена с вашего домена приходить почтовая рассылка. Ну и еще один шаг это просмотреть симуляции, возможно где-то подправить что-то и кликнуть на кнопку активировать. Все есть клиенты, с которыми это делалось за один день, кого-то немножко дольше это занимает. Все зависит от вашей инфраструктуры, от взаимодействия подразделений, но в целом особых усилий нет необходимости прилагать. Платформа нацелена на минимизацию моментов, которые связаны с работой сотрудников организаторов. CyberAdy полностью помогает, сопровождает процесс онбординга, процесс вот этих базовых моментов ознакомления с платформой. Есть прекрасный хелп центр, хелп деск, который поможет вам найти ответы на любые вопросы, либо поможет вам с рекомендациями по настройке, тех или иных моментов в рамках вашей инфраструктуры, интеграция того же вашего домена, почтового интеграция с какими-то системами. Ну и есть еще система содержит ряд интересных моментов, как профиль организации, для того, чтобы система учитывала это, опять же, в предоставлении каких-то темплейтов. фишкейдж, также самый интересный функционал для получения статистики о том, как пользователи информируют, либо как пользователи реагируют на подозрительные письма. Тут все зависит от вашей инфраструктуры, от вовлеченности ваших сотрудников. То есть платформа достаточно простая и нет необходимости долго тратить много времени для того, чтобы начать работать. Ну и на завершение хочу еще рассказать одну историю. Проводили мы пилотный проект в одной организации. И что интересно, на входе пилотного проекта пришел реальный фишинг и пользователи все правильно отреагировали на это письмо. Фишинг при этом был интересный. Он был подготовлен достаточно качественно, то есть для организации, учитывая ее специфик работы, учитывая моменты в рамках информации у организации. Но пользователи правильно отреагировали и были мысли у них, что это симуляция, которую прислал Сайбреди. В целом это был реальный фишинг и вот так на этапе пилота уже Сайбреди помогла платформа распознать фишинг и правильно отреагировать. Коллеги, на данном моменте у меня все. Возможно, какие-то в ходе моего рассказа появились вопросы, какие-то моменты, которые необходимо уточнить. Возможно, кому-то что-то дополнительно интересно. Продолжение следует... Продолжение следует...